Вакас, я ухожу. Куда ты? Не уходи, давай погрызем семечки возле двери, а я прочту тебе стих. Снова стих, на этот раз сакрастигом. Аху. Я горю в пламенной твоей любви. Ты все время меня затыкала, говоря, что я еще слишком мал. Но такую женщину, как ты, Вакас... Не получилось, да? Я же написал, чтобы хоть как-то тебя развеселить. Нет, все нормально, я не грущу. Это из-за сары, да? Я ему покажу. Ну-ну, покажи, а потом сиди побитым. Он ничего не сделал, это не его вина. Эй, что происходит? Что ты делаешь с ребенком? Да какой он ребенок? Смотри, как вымахал. Это ты сказала Эджи Виту. Что? Это ты рассказала Эджи Виту. Да, я сказала. И правильно сделала. Очень правильно. Я не хочу его здесь видеть. Молодец. Эджи Вит свалил, теперь ты довольна? Вы же вообще не понимаете. Стой смирно, Белял. Иди до конца, Белял. Прикрывай свою попу, Белял. Не отказывайся, Белял. Стой же уже, Белял. Ради бога, стой. Никому не доверяй, Белял. Эджи Вит приехал. Единственный человек, которому я мог довериться, вздохнуть свободно. Аху, почему? Почему ты не подождала? Я бы сам ему все сказал. Потому что... Потому что... Что случилось? Посмотри за магазином. Аху, что случилось? Мне нельзя в тюрьму. Нет, мне нельзя в тюрьму. Алло. Мне нужен один номер. Да. Ирфан Халкар. Клянусь богом, я не смог их найти. Они не из нашей среды. Они ни с кем не связаны. Я у всех спросил. Смотри на меня. Сейчас ты меня видишь с изнанки. А ты знаешь, что с изнанки я очень плохой. Ешь, ешь. 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 Двое снаружи остались. Их тоже съешь. Костябек Ахмед. Сын человеческий. Наверняка слышал что-нибудь. Говори. Кто застрелил Оз Джана? Это еще кто такой? Кто это? Скрытый номер. Слушаю. Да, это я. Они придут за тобой. И уничтожат тебя. Говори, кто они. Я знаю, кто они. Кто? Я все скажу. Но прийти не смогу. Там адрес. Давай. Давай. Азан, запиши адрес. Сейчас мы их поджарим. Диктуй адрес. Наш разговор был прерван. Садись. Итак. Теперь ты все расскажешь. Пожалей меня. Что мне умереть в тюрьме теперь? Я добьюсь выделения охраны для тебя. Это не проблема, так что не бойся. Говори. Мне что, позвать Сары? Позвать его? Я не смогу. Смотри, Хусейн. Я не такой, как Сары. Если я что-то сказал, я это сделаю. Говори. Ты видел, что с нами сделали в тюрьме. Говори. Дорога здесь заканчивается. Другого выхода у тебя нет. Рассказывай. Меня зовут Хусейн Кран. Хусейн рассказал все о тех людях, которые украли наше детство. Он рассказал о том, что знали только мы вчетверо, мы хранили глубоко внутри, скрывая даже от самых близких. Эдживит приехал. Эдживит? Приехал. Можешь мчаться с огромной скоростью, но все равно не поспеешь. Так как ни одна правда не может бесконечно оставаться тайной. Теперь все. А что же будет дальше? Что будешь делать? Ты уже нашел свою беду. Тебе меня бояться не стоит. Я добьюсь выделения охраны для тебя, даю слово. Завтра отправлю доктора, чтобы занялся твоим лечением. Что? Что ты сказал? Я не такой бессовестный, как ты, Хусейн. Тебя вылечат. Быстро уходи. Что? Прячься, он уже едет. Кто? Кто? Субтитры создавал DimaTorzok Черт возьми! Что случилось? Посмотри, это мне написали? Здесь опасно! Если хочешь узнать, кто за тобой охотится, приходи в 8 на площадь Галата. Я тебя найду! Вы что, издеваетесь надо мной? Да кто вы такие? Кто вы? Мы что, уходим? Уходим! Ирфан? Ирфан? Эджи Вит! Эджи Вит! Что происходит? Ирфан взял Эджи Вита! Эджи Вит! Уходи отсюда, сынок! Не жди, Эджи Вита нет! Я не могу идти! Я бросил камень в окно Османа из верхнего района! Они с ребятами и идут, чтобы меня побить! Мне нужен Эджи Вит! Он и так целыми днями на улице, поэтому его отец наказал! Что, снова? Ну уж нет, он должен стать шерифом этого района! Он должен побить этих ребят! Я даже шляпу ему взял, смотрите! Что еще за шериф, сынок? У меня и так куча забот! Хоть ты меня не отвлекай ерундой! Кто там еще? Быстро, быстро уходи! А не то он и тебя найдет! Забудь об Эджи Вите, он умер! Что? Эджи Вит? Что будем делать? Да здесь я, здесь! Не бойся! О, Аллах! Я сейчас заплачу! Кажется, ты говорил, чтобы я проваливал! Заткнись! Об этом позже поговорим! А как Ирфан здесь оказался? Его Хусейн пригласил? Испугался, что может сесть в тюрьму? Хотел натравить на нас Ирфана и таким образом спастись! Но уже слишком поздно! Я получил, что хотел! Садись, давай, садись! Я испугался! Я испугался, что меня посадят в тюрьму! Простите меня! Я же рассказал обо всем! Отпустите меня, пожалуйста! Ну-ка, посмотри! Внимательно посмотри, разве здесь написано «придурки»? Я приложил лед к твоим ранам! А где гарантия, что ты не пойдешь к Ирфану? Нет, я свяжу тебя! Шериф! Подойди, пожалуйста! Давай поговорим! Мне нужно тебе кое-что сказать! Аху! Сейчас не время! Хусейн здесь! Ну и что, что Хусейн? Я не хочу быть с тобой в испорченных отношениях! Раньше в Иссаху мы были детьми! Что было, то было! Уже прошло 20 лет! Да? Конечно! Я даже обрадовался! Ты серьезно? Ну, конечно! Ты же мой брат! А она что-то вроде сестры! Ты ее любишь? Люблю это мягко сказано! Да я по ней умираю! Но ты хулиган! То есть, все в порядке, и запись мы не отдаем! Стой на месте! Я тебе и раньше говорил, я не убийца! А теперь давай мне сим-карту! Я человек закона! У меня запись, и я их всех посажу! И на этом все закончится! Но хорошо, хорошо! Мы разве не были братьями? Мы до сих пор братья! В таком случае, давай на две минуты отстранимся от этой ситуации! Отстранимся? Да! Куда мы отстранимся? Ирфан за нами охотится! Предположим, с полицией нас пронесло! Через пять лет стирается с записи телефонных разговоров! А что делать с Ирфаном? Разве он не найдет этого типа? Что будет с ним? Его что, здесь оставим? Да подожди ты, успокойся! Куда ты гонишь? Подожди! Давай вспомним, кем мы были! Ты, я, Аху! Иска, Янык! Вот ты вспомни, а потом решай! Короче, вот так вот! Я прогнала Эджи Вита! Сказала, чтобы он ушел! А он? Белял сказал, что да! Ну что, полегчало? Да, вполне! То есть, если сейчас вдруг он появится... Тебе будет жаль, да? Тебе бы только мои секреты выведывать! Надо же, и это знает! А здесь ничего не изменилось? Нет! Государство запретило что-либо менять! Да и Умран Анне считается почти что исторической ценностью! Мама! Мама! Что это он там расшумелся? Эджи Вит! Так я и поверила! Клянусь Богом! Соседи! Соседи мои! Эджи Вит приехал! Сыночек мой приехал! Добро пожаловать! Слава тебе, господи! Прекрасный мой сыночек! Новые едоки! Скоро голова станет картофельной! Сынок, съешь что-нибудь другое! Тетя Умран, сарма получились просто суперски! Это Аху приготовила! Спасибо большое! Кушай на здоровье! Эджи Вит! Ты же останешься, так ведь? Да-да, он теперь никуда не уедет! Не знаю, тетя Умран! Да и дел очень много! Я наслышан о твоих успехах! Ты бы знал, как я горжусь тобой! Была бы жива твоя матушка, она бы тоже тобой гордилась! Ты видишься с отцом? Будь он неладен, чтоб его нелегкое схватило, и он пристал перед тобой! Что вы делаете? Смотри на меня! Это твой брат! А ну не мельтешите тут! Не заставляйте меня браться за ружье! Умран, Анне, ты все время меня ругаешь, я же тоже твой сын! Именно из-за этого она тебя и ругает! Да, ты мой сын! Но мать, она и судит, и милует! Делай все, что хочешь! Но если правда не перед тобой, а глубоко в твоем сердце, то ты не сможешь ее отрицать! Правда будет ждать тебя во тьме! Не ищи на улицах впустую! Правда никуда не прячется! Если хорошенько присмотришься, то можно ее увидеть! Почему же ты мне не нравишься? Неужели это ты тот, кто убил человека в суде? Мой комиссар, я сдаю пост! У вас есть какие-либо пожелания? Донор? Простите, что? Закажи мне две половинки донора, сегодня я ночью здесь! Хорошо, но по делу нет никаких продвижений, зачем же ночевать на работе? Подойди сюда, подойди! Взгляни на этих типов! Один из них застрелил Озжана, а когда уходил, захватил его сотовый телефон. Как по-твоему, почему? Чтобы мы не нашли его по отпечаткам пальцев. Ты думаешь, что человек, который все так распланировал, не носит перчаток? Тогда почему? Он будет пользоваться сим-картой. Также, внутри есть номера. Поэтому, пока я здесь, буду есть твой Донор, ты вернешься на свой пост к аппарату, а когда убийца вставит сим-карту в телефон, я сразу же вас извещу. Вот так, молодец, иди давай. Как прикажете. Простите, откуда вы знаете, что он вставит сим-карту в телефон? Потому что, если ты решился убивать человека в суде, то ты либо полный придурок, либо у тебя есть рана, и тебе нужно с кем-то связаться. Ты видел на снимках человека, похожего на придурка? Нет, мой комиссар? Давай, присылай мне Донор, как прикажете. Ночь длинная. Аху, милая. Давай мириться. Ну давай, давай. Моя маленькая газель. Смотри, смотри на маленькую газель. Откуда это пошло про маленькую газель? Разве в детстве мы так ее не называли? А кто ее так называл, помнишь? Помнишь, да? Да хватит вам. Даже если все позабыли. Но если помнит хоть один человек, то там покоится правда. У тебя есть кто-нибудь? Нет. А как же родные? Их тоже нет. Где моя мама? Я хочу к папе и маме. Приют может и поглотить маленькую девочку. Но правду, никогда. Аху? Что ты здесь делаешь в такую рань? Прошу тебя, не отвози меня туда. Но ты не сможешь одна тут оставаться. Может, мама вернется, она меня не бросит. Не бросит же. Иди ко мне, милая моя. Я тебя никому не отдам. Пойдем со мной. Дети, стойте спокойно. Доченька, иди сюда. Вечером у нас гостья с ночевкой. Пойду приготовлю ей покушать, а вы пока поиграйте. Хорошо, моя маленькая газель. Здравствуй, маленькая газель. Я маленький Эмрах. Маленькая газель, спой нам что-нибудь. Я не буду играть с девочкой. Меня зовут Эджи Вит. Я буду с тобой играть. С тех пор Аху начала жить у нас. И ее дом был весь район. Кую Диби открыла для нее свои объятия. И потихоньку она стала детем всего района. Она ходила по району, как будто гуляла по залу своей квартиры. Долг совести не похож ни на что. И она оплатила добром за добро. КОНЕЦ КОНЕЦ Ой, доченька. Боже ты мой, заходи, заходи. Что бы ни случилось, она не покидала этот район. Передай мне, пожалуйста, кукурузу. А еще вон те пирожки. Хотел забрать моих детишек, но когда увидел ружье, то совсем испугался. Давай, не дави тут на меня. Кто же на тебя давит? С тобой все в порядке? Аху, почему ты прячешься от меня? Я же тебе сказал, а уходи. Зачем же ты пришел? Почему ты не хочешь, чтобы я здесь был? Каждый раз прогоняешь меня, как маленького ребенка. А ты не догадываешься, да? У тебя нет мыслей о том, что со мной произошло после того, как ты ушел. Есть. Я все время думал о тебе. Да что ты говоришь? Тогда почему же ты ушел? А сейчас почему вернулся? Я не могу тебе этого сказать. Сложно, да? Тогда уходи. Иди уже. Я не могу вести себя так, как будто ничего не случилось. Не могу радоваться так же, как и они, типа, ой, и Дживит приехал. Они не знают, а я знаю. Все снова повторяется, да? Ты снова станешь центром нашей жизни, возьмешь на себя все наши проблемы, и когда мы только к тебе привыкнем, ты все бросишь и уедешь. Откуда ты знаешь, что я снова уеду? Может, я вообще больше никуда не уеду? А это еще хуже, и Дживит. Только ты знаешь, что творится у меня внутри. Никто не помнит, помнишь только ты. Идживит, это несправедливо. Я так долго старалась тебя забыть. Но в один миг, всего лишь в один миг, я все вспоминаю заново. Все время. Если твой собеседник прав, то надо уходить. Так как разлука не убивает человека. Но правда, может и убить. Кушайте, кушайте, там на кухне еще есть. Где Дживит, аху? Что с ним такое? Я и сам не понял. Бог ты мой, запись. Что еще за запись? Что же ты делаешь, шериф? Не делай. Сервит, это я, слушай. Встретимся в полиции. Да, да, в полиции. Почему в полиции? Узнаешь, когда приедешь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шериф! Шериф, шериф, срочно беги сюда. Уже бегу, если можно так сказать. Быстрее, Сары взял сим-карту и пистолет тоже. Что будем делать? Я предлагаю их по одному пристрелить. И нужно это сделать на могиле Зеки. Уже еду. Иска! Найди какое-нибудь оружие. Ах, Сары... Ах!